В День защитника Отечества на трассе у торгово-выставочного комплекса «Континент» состоялся второй этап открытого чемпионата Омской области и первый этап чемпионата города Омска по мотокроссу. Около ста сильнейших спортсменов нашего региона, а также мотогонщики Тюменской, Свердловской области и Республики Казахстан показали мастерство управления мотоциклами. Организаторами соревнований выступили городская администрация и Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Трасса очень интересная и ребята достойно соревнуются. Ну и конечно зимний мотокросс отличается от летнего мотокросса. Специальная резина, которая ставится. Дети едут на шипах. Поэтому думаю, что азарт. Мы видим сколько количество болельщиков. Все смотрят и болеют. Места разыгрывались в разных классах и возрастных категориях. Самым младшим участникам от 5 до 8 лет. Самый юный участник. Огородников Ваня. Ну нападался чуть-чуть. Восьмилетний Владислав Нефёдов приехал из Кормиловки. Мотоциклетным спортом занимается два года. Здесь ему пришлось справляться не только с трудностями трассы, но и с предстартовым волнением. Трасса хорошо. Сначала я при соревнованиях чуть-чуть испугался, но потом все нормально было. Помимо спортсменов в Омской области на старт открытых соревнований вышли иногородние гонщики. Мотокроссмены из Свердловской области уже не первый год с огромным удовольствием приезжают на чемпионат в Омск. В Омске у вас как бы мотоспорт на развитие идет, а у нас в Свердловской области, особенно в колясках, он маленько утихает. Три экипажа привезли, одну иномарку, два Урала. Два Урала. Мы уже каждый год к вам ездим. В том году были. В том году даже призывы места увезли от вас. Основные баталии прошли в классе машин с объемом двигателя от 500 кубических сантиметров и выше. Действующие спортсмены в очередной раз продемонстрировали свое мастерство и высокие технические характеристики. Ввиняемся. Конкуренция, соревнования. Ребята готовы, сильные. Толкаются все, никто дорогу просто так не отдает. Все хотят победить. По итогам прошедших личных соревнований был подведен командный зачет. В тройку лидеров вошли авторская школа Омского района, спортивно-технический клуб Патриот Азовского района и стройсервис из Тавричанки. Следующий, третий этап чемпионата Омской области по мотокроссу пройдет в Москаленках.